Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске территории комфорта мы расскажем о GSM термостате Zond H1B, который мы получили недавно в посылочке от Baxi. Ссылку на это видео вы найдете у нас в описании. Итак, поехали! Сейчас мы находимся у одного из моих клиентов и направляемся в котельную, чтобы подключить данный GSM термостат. И вот мы в котельной. Наше оборудование мы будем подключать к котлу Baxi ECOFOR24F. Мы установили зонд H1B на стену. Так как у нас нет DIN-рейки, мы закрепили его четырьмя шурупами. Также мы подключили антенну GSM, которую вывели в верхнюю часть помещения. Проложили провод от датчика комнатной температуры и уже подключили к блоку. Также подключили питание. И осталось подключить провод от шины OpenTherm. Все подключения выполняются согласно инструкции. Разъем от термостата подключаем к контактам шины OpenTherm. А это датчик комнатной температуры, установленный в самом помещении. Ввиду того, что термостаты с функцией подключения по протоколу OpenTherm существуют у зарубежных компаний и используют зарубежные серверы. А в нашей стране это, так сказать, незаконно. Компания Baxi решила заказать данный термостат в российской компании из Нижнего Новгорода ООО «Восход». И ребята с этим справились на отлично. По протоколу OpenTherm можно подключить данный термостат к котлам Baxi и D-Dittrich данных моделей, которые вы видите сейчас на экране. Также вы их найдете в описании под видео. К термостату ZONT H1B можно подключать не только один датчик температуры. Их количество может быть до 10. Также можно подключить большое количество периферии, которые вы можете найти на сайте производителя этого термостата. И еще. Данный термостат можно подключать не только по протоколу OpenTherm, но и на сухие контакты для обычного комнатного механического термостата. В любых котлах, в которых это возможно. Для того, чтобы начать использовать ZONT, для начала нужно зарегистрировать сим-карту. Для этого идем в браузер, попадаем на сайт Билайна, жмем на кнопку зарегистрировать сим, принимаем соглашение, вводим номер телефона и жмем далее. У нас сим-карта уже зарегистрирована, поэтому мы этого делать не будем. Для того, чтобы начать использование, устанавливаем сим-карту на место. Она уже активирована. Включаем резервное питание и подключаем термостат к сети 220 вольт. Управление данным устройством происходит через веб-интерфейс в любом браузере, а также в приложениях в iOS и Android. Теперь нужно настроить наше устройство. Для этого идем в браузер на сайт ZONT-online.ru. Нажимаем «Вход». Проходим простую процедуру регистрации. Вводим имя, логин, пароль, имейл, номер телефона. Мы уже эту процедуру прошли, поэтому возвращаемся снова на главную. Вход. Войти. И мы попадаем в веб-интерфейс. Идем в «Настройки». Здесь называем свое устройство. У нас это котел. Информация о котле. Бакси Экофор. Идем дальше. «Настройки термостата». Здесь мы можем изменить шаг изменения температуры кнопками. Один градус. Или выставить два. Ну, оставляем один. Так. Дальше. Режим термостата. Здесь мы создаем режимы, которыми будем пользоваться чаще всего. Датчики температуры. Если датчик подключен правильно, он отобразится здесь. С серийным номером. Если вы хотите использовать температуру в доме, то нужно выбрать регулирование по датчику номер один. У нас же хозяин захотел использовать температуру теплоносителя. Выбираем вкладку «Опен терм». И включаем протокол «Опен терм». Изначально он выключен. Включение данного протокола позволит управлять котлом полностью. Вы будете регулировать и температуру в режиме отопления, температуру в режиме ГВС. А также вы сможете видеть коды неисправности котла с полной расшифровкой. Погода зависимая автоматика у нас выключена. Ну, в принципе, все. Нажимаем «Сохранить». Дальше можем пройтись по вкладкам. Первая вкладка «Отопление». Здесь мы видим регулировку температуры отопления, горячей воды, наши режимы. Их можете создавать, удалять. И фактическую температуру в доме. Также здесь, где у нас изображено отопление, мы видим символ свечки. Это говорит о том, что котел горит. Во вкладке «Состояние» мы видим информацию по протоколу «Опен терм», питание самого нашего устройства. «ГСМ» — это оператор Beeline и баланс на сим-карте Beeline. И также, опять же, температура в помещении по датчику номер один. На графиках расписано все более подробно. Графики также можно добавлять, убирать, смотреть их за сегодня, за вчера, за какой-то другой отчетный период. Во вкладке «События». Здесь мы будем видеть какие-то ошибки, какую-то информацию, которую нам отправляет наше устройство. Сейчас мы посмотрим период. Ну, за какой-нибудь больше период возьмем. С первого по как раз тринадцатое. Выбрать. Нет информации. Сейчас возьмем больше период. Так. С первого ноября по тринадцатое декабря. А. Так. С первого. Одиннадцатого. Выбрать. Вот мы видим смс-сообщение. Авария. Код ошибки Е01. Требуется ручной сброс. Авария устранена. Во вкладке «Сервис» мы видим информацию о программном обеспечении. Зонт H1. Во вкладке «Диагностика» мы можем посмотреть более подробную информацию с шины OpenTerm. Вкладка «Настройки». Ну, это то, чего мы сейчас начали. По веб-интерфейсу в принципе все. Существует приложение как для плей-маркета, так и в App Store. Вот так выглядит ярлык программы. Здесь вот он. Интерфейс у них полностью идентичен. Более подробно рассмотрим на приложении для iOS. А теперь рассмотрим мобильное приложение. Заходим в него. Авторизовываемся. Как видите, интерфейс идентичен в веб-приложению. Здесь мы можем изменять температуру отопления и горячей воды. Выбрать режим отопления. И также видим температуру по датчику номер один. То бишь комнатную температуру. Во второй вкладке «Статистика». Мы видим кривые изменения температуры. Можно более подробно их рассмотреть. В третьей вкладке «Состояние». Мы видим информацию, работает котел или не работает. Сигнал от GSM SIM-карты и ее баланс. А также информацию об источнике питания. Четвертое событие. Здесь мы видим всю информацию, которую отправлял котел для потребителя. Это и коды аварии, и включение и выключение основного питания. Во вкладке «Настройки» мы видим название нашего устройства. Мы его назвали «Котел». А вот и хозяин дома, в котором мы установили термостат OpenTherm, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, вот уже несколько дней вы используете термостат Zond. Как вы довольны данными функциями? Очень доволен. Комфортно все. Ну, у меня тогда для вас очень хорошая новость. Сюрприз от компании Baxi. Компания Baxi дарит вам данный термостат. Да. Спасибо большое. Ну, все. Все, на этом все. Всем спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова